Девушки в Кирове Девушки в Кирове Девушки в Кирове по разным тематикам проводим. Сейчас вот у нас идет в сфере ЖКХ очень пользуется популярностью проект, хотя мы первый раз его проводим. И вот «Успешный ресторатор» мы его проводим во второй раз. Несмотря на это очень сложное время, по запросам бизнеса мы решили от этого проекта не отказываться, его провести. Я хотела грустно пошутить, что «Успешных рестораторов» наверное на этом курсе, в этом году учат немножко не тем вещам, которые учили в прошлом, потому что в прошлом году никто не подозревал. Как придется рестораторам выкручиваться, что придется запускать удаленную какую-то доставку, еще что-то. Вот эти вот вещи, они во время курса будут рассматриваться или от этого... Пока на этом не делается акцент. Все-таки больше на классическом. Я расскажу. Да, Ирина, спасибо. Да, безусловно, этот курс, он уже с поправками на существующие, на реалии. Соответственно, очень большой блок будет выделен как раз-таки на организацию доставки и все, что связано с экономикой, с менеджментом, непосредственно в рамках сегодняшней ситуации. Никто не знает, что ждет нас еще в следующем году, да, но, безусловно, в рамках сегодняшней жизни все сделано для того, чтобы ребятам дать, участникам проекта дать те навыки, те знания, которые уже на сегодня используются в других городах, в Москве, Санкт-Петербурге, крупными брендами, и, соответственно, получить этот опыт здесь сейчас. А почему решено было сделать акцент на использовании опыта Москвы и Петербурга? Все-таки Киров, если мы говорим по площади, по количеству жителей, по уровню достатка, и, может быть, по привычке даже ходить в рестораны, сильно отличается от Москвы. Ну и от Петербурга тоже, потому что в Петербурге это вообще ресторанная барная культура, это что-то особенное такое, да? Ну, объективно говоря, у нас тоже это никто не отменял, да, и точно так же очень многие люди ходят и там постоянными являются посетителями многих кафе и ресторанов. Да, и, безусловно, в этих реалиях там те, кто, там, Москва, там, Питер, они уже каким-то образом приспособились, у них уже есть обработанные кейсы, которые они могут рассказать и могут поделиться ими сегодняшними ресторанами, что сработало, что не сработало. И так как у них достаточно крупные сети, да, то есть они могут сразу сказать, что вот это пробуйте, вот это не пробуйте, да, то есть дать уже практически опробованные навыки. Издание. Ольга Владимировна, или там Лариса Елена, да, добавлю, наша задача сделать, чтобы комфортно было жить на территории Кировской области и чтобы наш там сервис и наша сфера ресторанов, общественного питания, она и сейчас не хуже, то есть когда приезжают гости из Москвы, из Санкт-Петербурга и мы их, да, приглашаем в наши рестораны, кафе, они тоже отмечают достаточно высокий уровень сервиса и развития, и мы должны стремиться к тому, чтобы здесь, не выезжая из Кировской области, получать весь этот спектр услуг и в том числе вот в такой сложный период. И хочу еще сказать, что как раз наша задача не только областной центр предпринимателей города Кирова, чтобы обучились в этом проекте, но и все отдаленные районы. Я вот, наверное, несколько цифр расскажу. У нас вот всего на начало 2020 года действовало 1997 объектов общественного питания, то есть почти 2000. Да, мы очень громко... Это в целом по области? В целом по области. Мы, конечно, громко назвали успешный ресторатор, но сразу же хочу оговориться, что это касается всей сферы общественного питания. То есть это не обязательно ресторан? Совершенно не обязательно. Это может быть кафе, это может быть бестро даже какое-то, Конечно, бар любой. Может быть даже столовая какая-то, да? Совершенно верно. То есть у нас получается 333 это общедоступная столовая закусочная, 867 это столовая учебных заведений организации промышленных предприятий, почему бы им тоже не поучаствовать и не развернуть свою деятельность, в том числе на доставку, например, онлайн, да, заказы. Ну и порядка 800 у нас это рестораны, кафе, бары по всей Кировской области. И вот еще что очень интересно, у нас, несмотря вот такой сложный период, в сравнении с 2019 годом у нас количество хозяйствующих субъектов, то есть юридических, индивидуальных предпринимателей в сравнении с 2019 годом выросло. То есть было на октябрь 19-го 1186 предпринимателей, сейчас 1258. То есть само количество выросло, но оборот общественного питания, он упал, конечно, он упал, упал только по официальной статистике на 25%. То есть на 2 миллиарда мы снизились в оборотах, если в прошлом году у нас было порядка 8-6 миллиардов за аналогичный период 2019 года на 1 октября 2019, то на 1 октября 2020 года это порядка уже 6 миллиардов, что, в общем-то, 25% официальной статистики говорит о снижении. По итогам года еще будем подводить. Поэтому очень важно сейчас поддержать эту сферу, которая одна из первых закрылась, продолжает до сих пор функционировать в ограниченном режиме. И мы понимаем, что это все быстро не закончится. И вот задача в ходе этого обучающего проекта еще раз обозначить проблемы и найти те возможности, которые позволят сохранить эту сферу и продолжить развивать ее уже в современных реалиях. Ох, как не хочется в современных реалиях развивать. Как хочется, чтобы вернулось-то все хотя бы более-менее похоже на то, что было год назад. Я смотрю по блокам, на сайте rest2020.ru, это сайт как раз курса, 70 мест на курсе, 70 мест, бесплатное обучение, возрастное ограничение 16+. То есть, по идее, если вдруг где-то есть начинающее дарование, то можно его отправить. Есть ли какие-то ограничения по специфике и тому, чем занимается этот человек сейчас? То есть, это обязательно должен быть собственник бизнеса или может быть наемный сотрудник. Это может быть наемный сотрудник высокого уровня, то есть, все-таки уровня управленца. Или это может быть кто-то, кто растет сейчас и кого хочется поддержать. На самом деле, на проекте мы ждем всех. И сейчас уже заявляется точно так же, как собственники бизнеса, управляющие директора, так и обычные сотрудники компаний. Потому как есть абсолютно разные блоки. Есть блоки по экономике, по организации доставки, и по менеджменту, по управлению рестораном. То есть, это достаточно разные блоки. Соответственно, из разных профессиональных своих категорий уже люди точно так же заявляются. Потому что от компании может пойти два человека, и они уже сами выбирают приоритет, кто это может быть. А то есть, нет даже ограничений. Можно и два человека заявить. Да, можно и два человека. В этом и очень здорово, потому что, как правило, идет руководитель, и идет там тот, кто там та квалификация, которая нуждается прямо сейчас в какой-то помощи и там в дополнительных зданиях. Вот в этом и самое суть. А мы сейчас у Александра спросим. Вот Александр второй в прошлом году участвовал, и в этом году тоже идет. Да, Александра, вы в прошлом году шли в каком статусе? То есть, вы должность какую занимаете? Статус у меня, на самом деле, не поменялся. И в прошлом, в этом году я иду как собственник бизнеса, совладелец. Но в этом году, да, я вот приняла решение пригласить с собой еще маркетолога, потому что, да, сейчас эта сфера у нас нуждается в каком-то обновлении, в обучении, возможно, в апгрейде, учитывая то, что наше заведение никогда не занималось доставкой, и в карантин мы столкнулись с тем, что, да, мы были вынуждены просто закрыться. И, возможно, есть сейчас шанс как-то обновить все это, вот, подготовиться, не знаю, к еще одной волне, либо просто как доп. функцию в своем бизнесе заиметь. И поэтому вот приняли решение уже пойти вдвоем. Вы по итогам прошлого года какие-то обновления вводили у себя в кафе? Ну, вот вы знаете, на самом деле в прошлом году... После курса? Да, были очень хорошие спикеры, я не сомневаюсь, что и в этом году, да, новые люди к нам приедут с новыми знаниями, новыми кейсами. Но в том году было очень интересно, потому что, во-первых, формат для нашего города был достаточно новый. Вот я в таких мероприятиях никогда не участвую, особо не слышала, наверное, как вот собраться всем вместе рестораторами, да, это возможность и с коллегами пообщаться, обменяться опытом и услышать спикеров федеральных, которые работают, притом не только на Москву и Питер, был вот Андрей Кондрашин, который регионами занимается, и там ситуация похожа на Киров. Поэтому куча всяких возможностей, куча информации, каких-то блоков, которые можно было бы использовать. И мы начали, но тоже ресторатор успешный был в конце года. А, ну то есть вы тоже, мы не успели развернуться, да? Да. Как следует. Идеи, планы, вот какие-то для себя новые, действительно важные вещи, конечно, были услышаны там. То есть вы в этом году думаете насчет доставки, да? Прокачать это направление? Как вариант, потому что мы все видим, что пандемия нас заставляет просто по-новому смотреть на свой бизнес. Ольга Владимировна, а был запрос, я так понимаю, да, от предпринимателей сферы общепита, вот по поводу повторения курса, да? Да, да, конечно. В конце года мы собираем обычно заявки от предпринимателей и поняли, и сделали вывод о том, что этот проект в этом году снова нужен, несмотря вот на ситуацию, которая случилась весной. Так, ну вот давайте сейчас всё-таки более конкретно и более подробно пройдёмся по программе. Занятие стартует 25 ноября на этой неделе. И я смотрю вот 12 блоков, если я не ошибаюсь, да, 12 дней большие такие. Ещё раз отсылаю всех заинтересованных на сайт rest2020.ru, там всё очень доступно, очень красиво, помидорка, брокколи. Вот, правда, очень красиво всё выглядит. Спасибо. Значит, 12 блоков, эффективные способы увеличения продаж, маркетинг, использование информационных технологий, менеджмент управления рестораном, экономика ресторана, организация доставки еды, законодательство в сфере общественного питания. Ну вот это такие основные направления, какие-то из них будут там один день разбираться, да, какие-то будут разбираться два и даже три дня. Я смотрю, что есть занятия, это занятия в будние дни, и они с 10 до 5 вечера. То есть человек, который идёт на этот курс, он должен понимать, что-то, ну, практически вот тут не прогуляешь, с работы не побегаешь на 2 часа, то есть человек должен выделить время для того, чтобы этот курс завершить. Ну, в чём есть плюс, да, этого момента, потому как в рамках сегодняшней, там, реалии мы делаем не только живое, да, занятие, не только живое, но и онлайн-трансляцию. И именно поэтому у нас подключается вообще вся область, да, то есть у нас подключаются райпо по области, различные столовые, Советск, Суна, там, Котельнич, соответственно, мы имеем возможность дать эту информацию прям очень широко по всей области. И как раз-таки, да, 25 ноября у нас подъезжает именно Андрей Кондрашин, да, и все рестораторы отмечают, что вот именно на него все очень хотят сходить, потому что реально у него есть практические кейсы, он точно так же владелец определённой сети, и, соответственно, он может дать именно знания, которые сейчас в сегодняшних реалиях будут применимы для всех, и в том числе даже для областных наших маленьких точек реставрационных. Я бы ещё добавила, вот мы сейчас тоже обсудили с Ириной, благодаря этой возможности формата оффлайн и онлайн, получается, что начинают к нам на мероприятие, видя нашей программы, видя спикеров наших, проситься другие регионы. Вот у нас точно так же проект по оказанию в сфере услуг ЖКХ. Мы первый раз вообще провели, проводим в этом году, выяснилось, что это вообще первый раз в России, именно для бизнеса, для предпринимателей, те спикеры, которые мы привлекли, к нам попросились несколько регионов, это и соседние регионы, это и, как говорится, дальневосточные регионы. К нам подключились онлайн, и мероприятие получило общий российский масштаб. И поскольку успешный ресторатор тоже своего рода является уникальным мероприятием, его не каждый регион проводит, далеко не каждый. И по прошлому году у нас и федеральный портал «Мой бизнес РФ» подхватил это мероприятие. Поэтому в этом году вы тоже с Ириной сейчас обменялись, что просятся другие регионы. А это не запрещено, это можно? Это онлайн не запрещено. Можно подключаться. Да, да. То есть у нас такой получается опять общероссийский формат на территории Кировской области. Да, у нас как раз таки уже пришли заявки тоже Пермь, Межевск, непосредственно Коми и Хабаровской. Вот мы точно так же сейчас обсуждали, можем ли мы, да, соответственно, помочь им и точно так же поучаствовать в проекте. Ну, хабаровщане, это, конечно, вообще отчаянные люди. У них же ночь там в это время будет, когда выйдут последние секции наши. Да, то есть это люди вот такие очень замотивированные, видимо. Ну, может быть, они уже привыкли к тому, что, да, надо подключаться, надо пользоваться любыми возможностями. В таком случае уточните, пожалуйста, вот эти 70 человек, 70 мест, про которых мы говорим, это очные места, это те, кто очно будут участвовать, а количество тех, кто может присоединиться онлайн, оно ограничено как-то или нет? Нет, на самом деле не ограничено. В рамках проекта мы можем, в принципе, открывать возможности это всем желающим. Там с точки зрения технологии на чем будет, на какой платформе? Мы будем транслировать это все в YouTube, соответственно, давать им закрытую ссылку для того, чтобы они могли смотреть. Точно так же, если кто-то не сможет в определенный день прийти вживую, то есть он может на рабочем месте где-то там включить, в наушниках ходить, слушать, смотреть спикеров. То есть это сейчас, в принципе, норма жизни. Или потом посмотреть в записи. Да, либо потом в записи посмотреть, что тоже очень удобно в любое время, либо показать еще сотрудникам. Тем самым он не сам только один обучится, а какие-то определенные нарезки может выдать непосредственно, делегировать определенному своему персоналу. Отлично. Так, давайте дальше по спикерам еще. Называли Андрея, да? Андрея Кондрашина. Я смотрю, Светлана Соколова, Петербург, и Наталья Кулакова тоже город Москва. Да, так как мы говорим про то, что сейчас на самом деле есть глобальный, просто большой запрос на интернет-маркетинг, на продвижение этой темы, потому что все уходят в доставку, нужно непосредственно собирать больше лидов, больше клиентов. И как раз таки про маркетинг нам расскажет Светлана Соколова, потому что она ведет порядка 40 ресторанов по Санкт-Петербургу, по Москве, именно с точки зрения продвижения по доставке. То есть у них есть реально практические кейсы, которые они как раз таки будут рассказывать, каким образом нужно привлекать, что работает, что не работает, вот это у этого ресторана работает, вот это не работает. То есть именно на кейсах, на практике, что нужно сейчас прямо делать вот в этих условиях, что у кого каким образом более эффективно работает. Но с точки зрения маркетинга и продвижения, мне кажется, гости и эксперты из Москвы и Петербурга, это то, что нужно, да, там такое количество заведений. Конкуренция. Да, такая конкуренция большая. Мне кажется, что они-то как раз тут, вот они акулы уже, они съели там, я не знаю, наверное, ни один пуд соли съели. Ну, и учитывая, что Светлана ещё является спикером непосредственно школы ресторанов и менеджмента Новиков Скул, а это на сегодня одна из крупнейших, да, ресторационных школ, поэтому ей есть, безусловно, о чём и рассказать, там и нашим ресторанам в том числе. Так, Наталья, Наталья, у неё какое-то направление другое, да? Наталья, да, она всё-таки отвечает больше за блок экономики, оптимизации, каким образом, а сейчас реально стоит запрос тоже на оптимизацию, потому что расходы нужно сокращать, так как доходов, к сожалению, не так много, да, вот на 25% упал. Соответственно, она уже больше за экономическую составляющую, так как у неё есть опыт открытия порядка 23 ресторанов, собственных как консалтинг, с точки зрения экономической построения модели, да, то есть она уже такие более прикладные экономические моменты оптимизации. будут рассказывать. Будут ли кировские эксперты? Да, тоже. Потому что всё-таки, ну, вот наш местный уровень, тоже хотелось бы понимать, как это здесь. Да, на самом деле у нас кировские эксперты точно так же будут, все крупнейшие наши сети, да, будут представлены со своими кейсами, и точно так же система «Глобус», Илья Суслов с ребрендингом, да, вот каким образом, несмотря на эту ситуацию, да, они провели ребрендинг своего ресторана «Конёшня», непосредственно культура, гостеприимства, точно так же про построение команды расскажут. То есть очень много кейсов различных, сейчас мы поговорили с «Кафе Нобель», у них есть очень классная система лояльности, которую они выстроили, возможно, они тоже ей поделятся, непосредственно с местными нашими ребятами, другими участниками этого проекта. Ну и здесь, смотрите, ведь история такая, раз мы говорим о бочном участии и о возможности общения с коллегами, да, так ведь никто, наверное, ой, простите, да, телефончик лучше выключить, никто же не запрещает, я так понимаю, кому-то встать и с места условно рассказать, а у нас было вот так, а у нас было вот так, а вот это вот у нас сработало, а это не сработало. Это обычно так и бывает, я так понимаю, да? Ну мы, да, мы всегда на самом деле готовы открыто давать микрофон, да, с точки зрения рассказать свои какие-то кейсы, поделиться опытом, если тем более есть понимание, на чём они набили шишки, что так делать не нужно, да, либо это не сработало, либо что реально круто сегодня у них выстрелил, да, потому что это, безусловно, может принести такую же пользу там другим участникам проекта. И это очень классно. И вот даже система потребкооперации, они тоже на самом деле на сегодняшний день, они не стоят на месте, они хотят развиваться, развиваться в муниципалитетах. И вот даже сейчас пандемия показала о том, что отдельные организации системы потребкооперации, пандемию сработали в плюс и наладили даже там насилие, да, доставку общественного питания, да, другие там сработали в минус. И они тоже между собой готовы поделиться этим опытом и готовы впитывать ту информацию, которая будет. У нас только что был проект обучающий, да, женское предпринимательство, и очень приятно, что некоторые выпускницы уже рассматривают открытие там с точки общественного питания, кафе, бара и населенных пунктах, там отдаленных от Кирова. Надо сказать, оптимистки большие. Нет, ну, поскольку, например, там доставка суши, роллов в Кирове, там у нас есть выбор там или в том или ином виде заказать, то, например, в муниципалитетах не во всех есть возможность, я не заказываю с Кирова, а здесь есть возможность уже на месте создать вот там, да, суши-бар и сам непосредственно район, муниципалитет, ближайшие районы логистические выстроить и осуществлять доставку. То есть развитие идет, и это не может не радовать, несмотря вот на сложный период. И вот тоже всегда говорю, как лицо, которое выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. На самом деле объекты открываются, да, кто-то, конечно, исключают, но массового закрытия нет, поэтому общественное питание, бары, рестораны, кафе, они у нас все равно продолжают функционировать, несмотря вот на весь сложный период. Да, тяжело приходится, да, мы видим снижение доходности, снижение оборотов, но, тем не менее, наша задача охват всей области вот в этом проекте. Но мы сейчас поподробнее еще поговорим о том, какая потребность есть именно в муниципалитетах, то есть в Кирове-то я примерно понимаю, да, здесь у нас, ну, я не помню, кто из наших гостей говорил, что приезжает из Москвы, из Петербурга, и уровень наших ресторанов и кафе вызывает уважение там, да, у гостей. Я знаю, что приезжают даже бывшие жители Кирова, мои там знакомые друзья, кто уехал 5-10 лет назад, и когда попадают куда-то в хорошее какое-то наше заведение, они говорят, слушайте, как все изменилось в лучшую сторону, да. В Кирове как-то давно не был, да, и не ожидал такого увидеть, что уровень обслуживания и качество обслуживания и качество еды не отличается от того, что в столицах, да. Я хотела еще у Александра спросить. Вот вы сказали, что на этот сложный период, когда все было закрыто, у вас не было доставки, и вы вынуждены были закрыться. Вы можете вот сейчас сказать, в этой ситуации, ну, многие, я просто знаю, что старались как-то поскорее выйти вот на эту историю с онлайн-доставкой, там, с работой на вынос. Почему вы приняли решение не делать этого? Ну, на самом деле, ну, учитывая лично нашу ситуацию, у нас была возможность пережить этот, пускай, такой затяжной, но не очень долгий, на самом деле, период с полным закрытием, не смогли мы как-то быстро организовать, да, то есть вот мы совсем этим не занимались, у нас совсем не было ни технической подготовки, ни физической, ни моральной даже на тот момент, когда вот это все на нас обрушилась, эта новость. Поэтому мы вот решили переждать, но в момент пережидания, да, конечно, пришли мысли, что если еще раз это произойдет, уже так больше не должно происходить, и нужно искать какие-то новые выходы. А для вас мотивацией было больше, вот, ну, как бы, потери бизнеса или история с кадрами, с тем, что пришлось там, возможно, кому-то из сотрудников сказать «до свидания», что называется? У нас просто вот эта история, она поднималась неоднократно, в нашей студии говорили, что сфера общепита почему несет большие очень потери, не только финансовые, а кадровые, потому что люди, которые годами учились хорошо готовить, люди, которых годами учили хорошо обслуживать гостей, встречать их, да, за столом, предлагать меню, вот это вот все. То есть уникальным каким-то функционалом люди вынуждены были на этом поставить крест и уйти заниматься совсем другими вещами, а потом этих людей надо заново искать и учить. Ну да, была, конечно, история с тем, что часть сотрудников была вынуждена либо пойти работать в магазины, да, в розницу, в продуктовые хотя бы туда. Конечно, поддержка от государства была, да, в эти месяцы мы знаем, что были и дотации, и какие-то льготы, помощь была предоставлена, но... Но семью не прокормишь на эти деньги, это понятно. Да, семью, конечно, не прокормишь, и кто мог, они вот реализовывали себя в каких-то других реалиях. Из нашего коллектива, ну, вернулись практически все. По поводу того, что какие-то вакансии не смогли закрыть, потому что кто-то встал на учет по безработице, да, конечно, вот эти дыры, они на самом деле, несмотря на то, что мы уже с июля работаем, они до сих пор не закрыты, сейчас уже ноябрь. И вот это вот все вечно какие-то подмены, разовые сотрудники, вот, ну, оно тянется. То есть сейчас тяжело найти какого-то сотрудника. Во-первых, все, мне кажется, еще боятся у всех вот этот страх, что как нам дальше работать, как мы будем в этом... Ну, правильно, сейчас я уйду с насиженного местечка, где вроде как бы вот все стабильно, как в магазине продуктовом, который всегда будет работать, да, несмотря на... На самом деле большая часть наших сотрудников — это люди, которые любят эту работу. Вот для них общепит, они всю жизнь там проработали, не собираются оттуда уходить, и это вот как по поводу того, что открывать в наше время что-то новое. Мне кажется, это если у человека есть вот эта внутренняя любовь к гостеприимству, да, вот к возможности увидеть первых гостей в своем зале, это уже никакая пандемия не сможет перебороть, это вот навсегда с тобой, и ты просто ждешь, когда эти двери откроются, и люди снова придут и наполнят твой зал. В общем, это не работа, это тоже образ жизни отчасти. Да. И поэтому вот люди, которые работают в этой сфере, да, они все равно, по большей части, практически на всю жизнь там остаются. Будь то официант или повар, да, или либо, ну, не знаю, какой-то еще персонал, пускай вроде как кажется, что работа и где-то какие-то ограничения возрастные, может быть, нет, это не так. Люди любят эту работу, они готовы там и день, и ночь приходить и дарить радость, потому что обратная связь, она также важна, и она в большей части тоже положительная. Александра Карака, Ирина Вахрушева, Ольга Елгешина, Лариса Агалакова в нашей студии. Делаем перерыв на рекламу, после этого вернемся и продолжим говорить о проекте «Успешный ресторатор». Программа «Дневной разворот» продолжается. Ольга Елгешина, Лариса Агалакова, Ирина Вахрушева, Александр Каракаев в нашей студии. Говорим об обучающем проекте «Успешный ресторатор». Он стартует в нашем городе 25 ноября. Проводится при поддержке Минэкономразвития России, правительства Кировской области, Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 70 участников, это очно, 70 участников плюс к проекту могут подключаться и желающие из районов области или те, кто не может, например, очно посещать занятия, потому что они там с 10 до 17, что называется, но могут, например, на рабочем месте это делать. 12 больших блоков я вижу. Обучение продлится до 17 декабря. 17 декабря финальные мероприятия, участники получат сертификаты. А есть еще сюрприз, которые приготовили организаторы. И об этом сюрпризе мы сейчас, наверное, скажем. То есть 3 лучших участника этого курса отправятся. Ирина, куда отправятся? Отправятся на стажировку в одни из лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Так. Получить опыт непосредственно уже в царстве, да, в царстве хороших ресторанов Москвы, где есть уже непосредственно, где будет закреплен человек за ними, шеф-повар и управляющий ресторан для того, чтобы показать, как это происходит внутри именно уже у них и как работают определенные блоки. Чтобы опять же поделиться кейсом и узнать различные там новые, может быть, какие-то нюансы, которые помогут им потом в дальнейшей работе. А есть ограничения какие-то? То есть это должны быть люди из управленческого персонала или это могут быть и повара, то есть и кухня, и официанты? Ну, на самом деле, я думаю, что уже та компания, которая выиграет этот сертификат, выиграет эту стажировку, да, пусть они уже сами принимают решение, кого они отправят, получить такую крутую возможность от центра моего бизнеса. Это, слушайте, это как вот в сериал «Кухня» попасть, я так понимаю, да, и посмотреть на то, как это все организовано. Ну, конечно, это интересно и здорово. Единственное, я не знаю, нет опасений там, и не будет опасений, что этих трех просто вот, если они лучше их возьмут просто вот в Москве и в Петербурге и скажут, слушай, ну зачем тебе этот Киров? Оставайся здесь. Ну, эти риски есть всегда, я думаю, у всех, и это абсолютно нормально. Но мы очень надеемся, что они обязательно вернутся и непосредственно принесут пользу уже своей компании. Своей компании и своему городу. Еще вопрос, и он такой важный, я просто смотрю, из тех блоков, о которых мы говорим, из тех 12 блоков много там про управление, да, много про использование информационных технологий, даже про доставку есть отдельный блок. И есть еще отдельный блок, и целый день фактически будет обучение, это законодательство в сфере общественного питания. Почему вы решили отдельно его взять, и насколько вот сейчас это именно актуально и важно? На самом деле, почему вы делили все в отдельный блок? Потому как все достаточно быстро менялось, да, и абсолютно практически каждый месяц появлялись какие-то нововведения касаемые этой сферы, да. И безусловно, нам было важно, вдруг к этому периоду будут какие-то новые требования для того, чтобы представители Роспотребнадзора нашей Кировской области могли это донести, сформировать, четко описать и помочь нашим рестораторам соблюсти все вот эти требования для того, чтобы дальше продолжать функционировать хотя бы в том же режиме, в каком они сейчас еще работают. Но это вот эта история, связанная с пандемией, да? Да, безусловно. А ведь законодательство в сфере общественного питания регулирует много других вещей, да, начиная от кадровых вопросов, заканчивая. Да. Мы понимаем, что есть основные блоки, да, а есть, соответственно, эти блоки, которые подстроены под сегодняшние реалии. То есть важным вопросом еще является налоговое законодательство, которое тоже в этом будет в блоке освещаться. И один из очень важных принципиальных моментов это то, что у нас с 1 января утрачивают в силу единый налог на внедренный доход, ЕНВД. И как раз сфера общественного питания, та сфера, которая в большинстве своем именно использовала эту систему налогообложения. И что выбрать, какой общую систему, упрощенку, подходит ли данная сфера под патентную систему, а там только индивидуальные предприниматели. Но, тем не менее, у нас и такая категория хозяйствующих субъектов оказывает услуги в сфере общественного питания. Особенно если область, например, взять. Да, учитывая, что как раз уже был принят Госдума, одобрен Советом Федерации, закон о внесении изменений в налоговый кодекс, предусматривающий изменения в части применения патентной системы. Сейчас Министерством совместно с налоговой службой, Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, совместно с Министерством финансов, Управлением Федеральной налоговой службы, Законодательным собранием. Мы сейчас прорабатываем законопроект Кировской области уже о применении патентной системы. О расширении возможности применения этой, поэтому это тоже будет все освещаться в блоке законодательства. А, ну это, кстати, очень актуальная история, потому что вот фактически сейчас надо это решение будет принимать. Совершенно верно. То есть выбирать ту или иную систему. У нас, конечно, проводится соответствующее обучение, но для сферы общественного питания это очень актуальный вопрос по отмене ЕНВД. Выбора альтернативной системы налогообложения для своего бизнеса. Если мы говорим в целом вот об этом курсе и о том, почему было принято решение его повторить. Ну понятно, да, по заявкам пользователей, что называется, и вот та история, которая сейчас у нас в пандемии, то есть сложные истории, это тоже, ну фактически, один там из способов поддержать, да, дать какие-то дополнительные знания и возможности удочку дать. Вот в этой истории все-таки запрос, вы говорите, что из области есть, но он больше все-таки из Кирова запрос и на обновления, и на какие-то новые технологии, и еще на что-то. Или больше из районов области? Здесь, наверное, нельзя сказать где-то больше, где-то меньше. То есть не подсчитывали? Нет, мы не делили так и не дифференцировали. Понятно, что основная доля там баров, ресторанов, она приходится на областной центр. А в районах области это крупные города все-таки? Да, это тоже районные центры, но тем не менее там тоже развивается эта система и идет спрос, и им тоже нужно перестраиваться на доставку, на онлайн-продажи, либо как-то тоже продвигать свою кухню, которая там на самом деле является очень качественной по-домашнему, но опыта вот именно какого-то маркетингового продвижения, не у всех муниципальных баров, ресторанов, общественного питания, чтобы это действительно была определенная культура. Это лицо нашего региона. Приезжают к нам гости и в том числе не только в областной центр, да, это и Ржун, и Вятские поляны, и котельничек на динозавров посмотреть. То есть мы говорим в том числе и о развитии внутреннего туризма, который в любом случае тоже будет и восстанавливаться, и развиваться. И мало того, поставлены ведь задачи, как я понимаю, развивать к 30-му году внутренний туризм. Как-то должно развести просто. И сфера как раз общественного питания тоже лицо нашей области, каждого уголка нашего региона, чтобы смогли прийти комфортно, действительно гости провести время. И вот здесь тоже проводится работа по созданию туристско-рекреационного кластера, где как раз сфера общественного питания, сфера ресторанов, она тоже может принять участие и поучаствовать вот в этой, скажем так, стратегии развития внутреннего туризма на территории региона и той культуры гостеприимства, которую мы развиваем здесь, чтобы как можно больше туристский поток, в том числе, может быть, там, развитие гастрономического туризма. У нас очень многонациональный регион, мы можем продемонстрировать любую кухню. Здесь тоже вот задача, в том числе, как бы и этого обучающего проекта поднять вот эти вопросы. И вот то, что Александра говорила, утечка кадров, есть определенное недоверие. Вообще будет ли это отрасль, что мы лучше пойдем нам на заводы, фабрики, магазины. Об этом говорили представители сферы общественного питания на бизнес-сессии, которую мы недавно проводили вот в центре «Мой бизнес». И задача, в том числе, как раз поднять веру кадров в то, что эта сфера будет существовать и будет развиваться, несмотря ни на какие там кризисы экономические или там санитарно-эпидемиологические. Но вот я смотрю, все-таки сделан упор больше именно на управление, то есть вот на такие управленческие какие-то направления. А вот на кухню и вот на фантазию вот на эту, в этом курсе не очень много, я не знаю, несмотря на то, что очень красиво оформлены там помидорки и все остальное. На самом деле, конечно, то есть это уже такая... То есть сегодня менеджмент и управление все-таки являются первоочередной в этих условиях задачи. Но если про бизнес говорим, да, это ближе. Про бизнес. Для нас сейчас самое главное – бизнес как бы сохранить и, соответственно, усилить его, да. Но на самом деле мы хотим сделать один из мастер-классов непосредственно для кухни, и он пока как раз-таки находится в разработке, и мы очень скоро про него тоже расскажем. И как раз-таки на открытии 25 ноября мы все презентуем, полную программу, кто за какие блоки, кто что расскажет, и, соответственно, точно так же всем осветим. Поэтому на самом деле здесь еще не все, и нас ждет, на самом деле, очень интересный, классный проект. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нам на сайте rest2020.ru. Вот. Я хотела как раз сказать, после того, как Лариса Юрьевна начала говорить про туризм, да, и развитие внутреннего туризма, что гастрономический туризм – это, конечно, то, чем мы можем там завлекать в том числе. Потому что если у нас сделают дороги, наконец-то, и можно будет путешествовать хотя бы по нашему Приволжскому федеральному округу, то нам обязательно надо что-то такое найти, чем мы будем привлекать. Потому что там у наших соседей в Удмуртии пельмени, по-моему, там, да, где-то еще что-то. У нас вроде бы ненациональная республика, но тем не менее, думаю, что есть что показать. Да, но очень многонациональный регион, поэтому мы можем предложить вообще весь спектр кухни различной. Так что как только с экономикой мы все выучим, начнем применять, и все будет успешно, да, так сразу же надо переходить уже к наполнению. Спасибо большое нашим гостям. Нам, к сожалению, пора уже заканчивать. Напоминаю, 25-го числа стартует обучающий проект «Успешный ресторатор». Возрастное ограничение 16+. Зарегистрироваться можно либо через сайт мойбизнес43.рф, либо, я так понимаю, что, а, ознакомиться, да, с тем, что будет во время курса, можно на сайте rest2020.ru. Заходите, обучение бесплатное, трое лучших отправляются на стажировки в лучшие рестораны Москвы, так что, вот, дерзайте. Мне кажется, что самое хорошее время, там, да, вот сейчас заняться именно, там, прокачкой каких-то своих навыков, своих знаний, своих, там, потребностей в росте каком-то, да, профессиональном. Ольга Елгешина, Лариса Агалакова, Ирина Вахрушева, Александра Каракай. Дневной разворот на этом заканчивается. Обучающий ресторатор. Вот, честное слово, в сфере общепита, вот, просто очень хочется пожелать развития, там, да, всяческого. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова